Сегодня 13 февраля и у нас 276 выпуск открытой политики, обзор событий за неделю. И начну я традиционно в последнее время с опроса, который я провожу в социальных сетях каждую неделю. На этой неделе опрос был связан с качеством детского школьного питания, питания в школах и детских садах. Конечно же, дети-школьники есть не у всех, и потому количество людей, которые приняли участие в этом опросе, было чуть меньше, чем на прошлой неделе. Но все равно это почти 300 человек. И из них, в общем-то, 18% одобрили то питание, которое получают их дети в школьных столовах. И, соответственно, 82% высказали недовольство качеством питания. Было очень много комментариев и в Фейсбуке, и ВКонтакте. Особенно комментарии о том, что дети перестают есть, дети отказываются от питания, что питание ухудшилось. Это все только подтверждает то беспокойство Хабирова, которое он высказал на предыдущей оперативке. Прямо скажем, в мягкой форме, наругав своих безалаберных подчиненных, которые освоили 1,8 млрд субсидий дотаций из федерального центра, а качество пищи так в школах и не улучшилось. В общем и целом, конечно, твердая двойка господину Гусеву и его людям, которые занимаются вот этой всей историей. Думаю, что эту сферу ждет некая реформация в ближайшее время, потому что так дальше продолжаться не может. Это все будет продолжаться ровно до какого-нибудь первого массового отравления, и ситуация в этой сфере, конечно, отвратительная. Сегодня я много буду говорить о ситуации в правительстве Республики Башкортостан. На прошедшей неделе было достаточно много событий. Ну и, конечно, главным событием было то, что сбылись мои предсказания, по крайней мере, уже на 50%, по поводу ухода господина Нафикова. Салават Тагирович покинул пост руководителя комитета по туризму и всяким вот этим прочим вещам. Правда, пристроили его на работу. Вот эта пауза была связана с тем, что ему мучительно искали место, которое будет ему, как говорится, по плечу. Назначили его руководителем дирекции особых территорий, этих вот природных территорий, которые имеют весьма неопределенный статус. И, в общем-то, подчиняется это все минокология. Ну, Шамиль Валеев тут же начал в своих телеграм-канальчиках рассказывать о том, как Салават Тагирович вовсе не уволен, а остался в обойме. Но, прямо скажем, обойма эта холостая. И именно та обойма, в которой сам Шамиль-то и находится. Ну, на очереди госпожа Бойцова. С ней несколько проще. Она, безусловно, уедет обратно в Москву. Искать ей рабочее место здесь, в Башкортостане, не придется. Но, отмечу про себя, что Хабиров, наконец, начал, убирая своих людей, или полусвоих, или четверть своих, я не знаю уж, каким там был нафигов, он начинает им подыскивать место. Это очень такое, в общем-то, привычное явление. Точно так же делал Хамитов в отношении увольняемых чиновников. И, в первую очередь, это все истолковано вовсе не гуманизмом, и не каким-то там стремлением человеку дать работу и источник для пропитания, а, скорее, все-таки стремлением к тому, чтобы держать человека все равно под контролем, потому что, ну, мало ли, что он там разболтает, если его с вещами на холод отправить. В связи с увольнением Нафикова, конечно, было очень много вопросов, дескать, когда уберут Ленару Иванову. Я, честно говоря, не знаю и теряюсь в догадках, сколько должно сгореть стариков или постояльцев какого-либо социального учреждения, чтобы Ленару Хакимовну уволили. Потому что, когда сгорело 11 человек в приюте, руководителю вот этого социального блока в правительстве Ленарии Хакимовне Ивановой даже выговора не случилось за подобное в ее ведомстве. Мне страшно предположить, что должно случиться для того, чтобы ее отстранили от должности. Но, рано или поздно, это, конечно, случится. На прошедшей неделе стало известно, что самый гуманный и справедливый суд, российский суд, отпустил Рамзиля Кучербаева, министра строительства, из-под ареста, под домашний арест. То есть он будет находиться в рамках следствия под домашним арестом. Ну, отсидел он, по моим подсчетам, 9 суток, ровно как какой-нибудь советский пьяница и хулиган. После этого суд счел возможным отпустить его на волю. Очень странное, на самом деле, решение, не похожее ни на одну из схем, которые были в Башкортостане, связанные с арестами крупных чиновников. Тут уже, конечно, стали гадать и думать, что происходит. Напомню, что уже назначен исполняющий обязанности Егор Родин, заместитель Кучербаева, стал сейчас исполнять обязанности министра строительства Республики Башкортостан, но что-то мне подсказывает, что это временное решение. Господин Кучербаев, по мнению суда, абсолютно безопасен, никак не повлияет на следствие, на своих подчиненных и на прочее, что, кстати говоря, раньше иначе трактовалось судами. В общем, очень странное это все явление. Тут, конечно, поползли всякие грязные домыслы и слухи на тему того, что откупился, значит, заплатил и прочее, прочее. Я, конечно, не разделяю этих слухов. Хотя денег, конечно, там как у дураков, антиков, это понятно. Еще одно событие, связанное с Министерством строительства, которое случилось на прошедшей неделе, это срочное и очень странное назначение Алексея Новикова первым замом Министра строительства Республики Башкортостан. Он, по моему представлению, наиболее вероятный министр строительства замен Егора Родина и уже на постоянной основе. Понятно, что Рамзиль Кучербаев наверняка не вернется к своим обязанностям в ближайшие многие-многие месяцы, но и, вероятнее всего, конечно, будет осужден. Так вот, Алексей Новиков – это человек, прибывший в Республику из Нижнего Новгорода. Он, вообще-то, у нас трудился совершенно в ином ведомстве и вдруг становится заместителем министра строительства и будет курировать строительство социальных объектов, промышленности, строительных материалов и так далее. Пока вот сейчас будет курировать, но повторюсь, что мне что-то подсказывает, что именно господин Новиков станет новым министром строительства в Республике Башкортостан. А вот с Кучербаевым, конечно, история продолжится, и, вероятнее всего, мы узнаем еще много интересного, потому что следствие настроено, на мой взгляд, решительно, и очередного вот такого фальстарта наверняка люди в погонах себе позволить уже не могут, потому что это будет уже совсем смешно, и, соответственно, я думаю, что они предпримут все усилия для того, чтобы разоблачить преступную группу, в которую, вероятнее всего, входил господин Кучербаев, и предъявят реальные обвинения в нанесении ущерба и бюджету, и экономике, и вообще интересам Республики Башкортостан. Напомню, что с ситуацией, по которой Кучербаева задержали и сейчас идет следствие, в этой ситуации очень глубоко замешан ныне действующий вице-премьер правительства Борис Беляев, он вместе с Кучербаевым участвовал в этих процессах по очистным сооружениям в Кумертау, и вот там сумма ущерба оценивается в 95 миллионов рублей, я полагаю, что еще есть некоторые эпизоды, по которым есть вопросы к Кучербаеву, к Беляеву, в общем, с замиранием сердца ждем дальнейшего развития событий по этому делу. Общеизвестно, что в кризис, а в России сейчас экономический кризис, как и во всем мире, происходят некоторые движения внутри финансовых схем, и, естественно, движущей силой этих изменений всегда является Министерство финансов. У нас образовалась достаточно большая прореха в бюджете в результате изменения налогового законодательства, и эта прореха по единому вмененному налогу составляет порядка 900 миллионов рублей. Конечно же, Министерство финансов должно начинать что-то делать, менять ситуацию в бюджете, изыскивать какие-то ресурсы, перераспределять существующие деньги и предполагаемые доходы, возможно, где-то что-то экономить, чтобы выровнять вот эту ситуацию. Собственно, наше Министерство финансов так и поступило. Министр финансов Игдисамова Лира Закуановна решила не экономить на содержании чиновников, решила не экономить на дорогостоящих покупках и закупках. Например, она очень благосклонно относится к закупкам пиксельных елок на сто с лишним миллионов и попыталась прикрыть всю эту тему. Но при этом Лира Игдисамовна, конечно, решила реформировать наш бюджет в связи с этой вот дыркой. И что она придумала? Она явилась в госсобрание с инициативой увеличить сбор по патентам с малого предпринимательства. То есть, честно говоря, я был в шоке. После того, как нам рассказывают о 80 мерах по поддержке малого бизнеса, о 5 громогласных шагах к светлому будущему и прочее, госпожа Игдисамовна является в парламент республики и вносит в профильный комитет проект закона о том, чтобы увеличить в 5-6 раз сборы за патенты для малых предпринимателей. То есть, здесь, конечно, в шоке были все и даже некоторые члены этого комитета. Омбудсмен, наш бизнес-омбудсмен Тони Мким Голоском что-то, значит, попытался возражать, а руководитель фракции ЛДП Рябов заявил, что они не поддержат этот закон и будут голосовать против, на что Лира Закуановна грозно посмотрела на них и сказала им, напомнила им, что оба они, дескать, получают деньги из бюджета и права не имеют с ней вообще о чем-то спорить там на тему перераспределения денег в бюджете. Госпожой Игдисаму жарко поддержала Рида Субханкулова, экс-министр финансов, которая сейчас входит в этот профильный комитет, и в общем, тему эту продавили. Теперь наши курултайские депутаты должны будут до 1 марта обсудить и принять эти поправки в региональное законодательство в том или ином виде, но госпожа Игдисаму настаивает на повышении налога для малого бизнеса. В общем, честно говоря, здесь вот, ну, в общем-то, в этом месте занавес. Здесь можно ставить точку и перестать разговаривать о поддержке там малого бизнеса и предпринимательства в Башкирии, потому что Башкирия – единственный регион, который пошел на повышение налогов для малого бизнеса, и причем вот таким топорным способом. Госпожа Игдисаму вообще, конечно, легендарная фигура. Ну, мало того, что они в очень тесной связке с Хабировами работали еще у Рахимова вместе в администрации, – это мадам, ну, там, со слов людей, которые ее хорошо знают, очень много себе позволяет в плане общения с замами своими, с почтенными, очень высокого мнения о себе как о финансисте, значит, очень жестко обращается там с разными другими ведомствами, министрами, видимо, чувствуя вот эту серьезную поддержку Хабирова. И еще тут надо отметить такой момент, что Хабиров, который слаб в финансовых вопросах и в бюджетных вопросах, он полностью делегировал и где самые вот эти все вот полномочия и компетенции по тому, как быть с башкирским бюджетом, и вот вам креативное решение от министров финансов – залатать дыру в бюджете не за счет, например, экономии на содержание чиновников и аппарата, и белых домов, и прочих, значит, резиденций и вертолетов, а вот за счет малого бизнеса. Лера Закуановна рассудила так – ничего страшного, заплатят и столько, сколько скажем. Ну, еще раз повторю, вот это лучше всего иллюстрирует отношение к малому бизнесу и помощи малому бизнесу в республике Башкортостан. На прошедшей неделе получила развитие ситуация с домом на Шатару ставили пять, вернее, с предполагаемым домом Носкова, который там должен был быть построен. Господин Греков, новый мэр города Уфы, спешно выехал на встречу с жителями, населяющими дома вокруг вот этой злополучной стройплощадки и, к удивлению нашему, стал уговаривать жителей согласиться на строительство там некого социального объекта. Что это за социальный объект? Почему он должен находиться на месте стройплощадки Носкова и вообще на каких основаниях и прочее-прочее, совершенно непонятно. Но закрадывается предположение, что это некий компромисс и попытка откупиться от Носкова, ну там, дав ему возможность хоть как-то заработать на постройке какого-то там социального объекта. Однако жители окрестных домов были непреклонны, они и так уже напуганы всей этой ситуацией и отказались обсуждать с Грековым вот эту всю историю. Греков стал стыдить жителей тем, что если они не согласятся, то тогда придется заплатить городу 750 миллионов рублей. И практически он уже их обвинил в этом ущербе. Вот здесь, конечно, какая-то совершенно запредельно сюрреалистическая картинка рисуется. Получается так, что какие-то люди в предыдущей итерации мэрии города Уфы что-то натворили с разрешительными документами. Я могу субъективно предположить, что совершенно не бесплатно они это натворили. Чего-то там получили, чего-то, значит, им заплатили. Возможно, предполагаю. А теперь жители окрестных домов окажутся виноваты в том, что город, по сути, будет оштрафован Носковым на вот эти гигантские деньги 750 миллионов рублей. Поразительная способность нашего нового мэра подменять понятия, переводить стрелки и, значит, вот таким образом выстраивать диалог с населением. Но, повторюсь, диалога не получилось. Параллельно учредитель ПСК-6 и предполагаемая дочь Носкова развила бурную деятельность в том же районе, значит, общаясь с людьми из нерасселённых домов, непрозрачно намекая им о том, что если они примкнут к иску ПСК-6 с требованиями компенсации, тогда у них ускорится процесс переселения и там, в общем, случится им какое-то счастье. Впрочем, эти обещания тоже были весьма туманными, всего лишь абстрактными, и, судя по всему, целью этих разговоров было именно вовлечь людей и придать вот этому процессу претензий к мэрии Уфы некий массовый характер. То есть мы видим картину, когда две стороны играют каждую свою игру, но, прямо скажем, есть ощущение того, что мэрия попала в безвыходное положение, потому что признать свою халатность, ошибку или даже преступление, которое произошло в рамках работы мэрии при Ульфате Мустафине, никто не может. Ну как же, мы тут улицу опять собираемся называть же именем Ульфата Мустафина. Как мы признаем, что там во время его работы в мэрии, там чуть ли не с его участием могло приключиться вот такое вот правонарушение. При этом Носков непреклонен и требует компенсации не только уже вложенных там 200 с лишним миллионов рублей, но еще и упущенной финансовой прибыли от непостроенного дома. Напомню, что в этом доме, который не построен, уже есть там несколько десятков дольщиков, кстати говоря, которые тоже сейчас в некотором недоумении находятся и думают, ну а как дальше-то, что мы, мы вот деньги там внесли, нам их вернут или как вообще, ну и так далее. Все это очень напоминает мне о том, что господин Носков умудрился поставить в колено-локтевую позу и Хабирова, и мэрию Уфы, и теперь, значит, находится в достаточно таком выигрышном положении. Ну, по крайней мере, юридически. Судя по всему, документы у него, в общем-то, в порядке. Ну, я их не видел, но, тем не менее, есть такое ощущение, ну, по крайней мере, у него достаточно такая уверенная позиция с точки зрения юридической. Как это будут объяснять в мэрии, каким образом они будут с ним договариваться, вот до сих пор непонятно. С жителями договориться не получилось. В общем, будем дальше наблюдать этот квест, будем смотреть, как что пойдет. Мы уже, значит, узнали, что, оказывается, это зловредные жители виноваты в таких потерях бюджета, которые надвигаются на Уфу. Ну, в общем, наверное, мы много еще интересного узнаем и услышим про эту ситуацию. Нашата расставили. Еще свежи в памяти жителей Уфы вот эти события, связанные с митингами 31 января, 23 января, и вот все последствия, которые до сих пор еще до конца не отгремели, тут уже стали появляться вопросы. Мы на прошлой передаче говорили о том, что там вот это движение Республика, какие-то холостые выстрелы производит, пытается там заявить какие-то митинги, у них ничего не получается. И тут федеральный штаб Навального или какие там у них структуры, я, честно говоря, сам уже путаюсь вот в их схеме, в соцсетях заявляет о том, что на 14 февраля, на День Святого Валентина и всех влюбленных, они запланировали опять какой-то очередной флешмоб, то ли не флешмоб, вообще совершенно непонятная какая-то история с фонариками, то ли надо выйти на улицу, то ли надо сидеть дома и светить в окошко. В общем, все это очень смешно. Честно говоря, вот эта бельберда очень похожа на потерю темпа и потерю инициативы. Ну, я вот констатирую со стороны, я уже говорил о том, что я отношусь к Навальному и к его идеям достаточно осторожно. Я вижу, что в протест, который, ну вот сейчас мы наблюдаем в России, вовлечены многие люди, которые, в общем-то, ничего общего с Навальным и с его идеями не имеют, потому отношусь к этому всему нейтрально. Но вот эта история с фонариками, она, конечно, меня, честно говоря, удивила в том смысле, что совершенно непонятно, о чем идет речь, абсолютно никто ничего не объясняет, не заявляет. Вероятнее всего, конечно, из этого получится ничто. И, повторюсь, это очевидная потеря темпа со стороны Навального и, видимо, некое такое затухание протеста, по крайней мере, вот в этом климатическом сезоне. Зимой холодно, ходить по улицам с фонариками, это довольно странное занятие. Но посмотрим, посмотрим в воскресенье, что будет, посмотрим, как среагируют на это власти, будут ли арестовывать людей, освещающих себе дорогу к дому и так далее, и так далее. Ежедневно получаем десятки писем, всевозможных обращений в соцсетях, через мессенджер, ну, через все-все-все каналы в комментариях. И вот я стараюсь многие из них озвучивать. Там, конечно, очень много всякого шлака и просто каких-то не относящихся к делу писем. Но вот есть одно письмо такое, оно очень простое и понятное по поводу транспорта. У нас тут сейчас много разговоров, да. И вот Эдуард Валиев пишет, что, прочитаю прямо с экрана, по Дуфой три деревни мучаются из-за отсутствия пассажирского транспорта. Это Шакшинка, Светлая и поселок Верный. Эти деревни находятся всего в трех километрах от микрорайона Шакша. Жители саму Шакшу из окон своих домов видят, а добраться до ближайшей остановки могут только на такси. Если это возможно, если это ваши компетенции, не могли бы вы обозначить эту проблему на своем канале. Вам уже виднее, под каким соусом. Ну где же результаты транспортной реформы? Хабиров кичился, что самые отдаленные уголки обеспечат транспорт, а тут близ Уфы справиться не могут. Ну и, конечно же, от жителей было бы многочисленной написанной просьбы в администрацию. Все безрезультатно, из коммерческих структур тендер на этот маршрут выиграл и поискален. Но проездили его маршрутки только летний сезон, и пока был поток садовиков. И на этом все. Проблема, конечно, не такая глобальная, как митинги, но все же, народ отрезан от цивилизации, хотя она, казалось бы, рядом. Пишет Эдуард Валиев. Вот таких писем очень много, и они во многом иллюстрируют ту показуху, которая творится действительно в транспортной сфере. У людей тупо нет вообще никакого транспорта. То есть, либо свой автомобиль, либо пешком, либо на такси ехать практически в черте города, и нет никакого общественного транспорта. Вот, я не знаю, находится ли это в моей компетенции. Наверное, нет. Скорее, это в компетенции господина Морзаева, нашего агронома из Осетии, который у нас руководит транспортной системой и реформой. Ну, собственно, вот какой агроном, такая реформа. Но, в общем-то, вот картинка, вот письмо. Может быть, кто-нибудь услышит. Может быть, городские власти услышат. Может быть, власти района, в котором находятся эти деревни, услышат. Может быть, кто-то что-то сделает. Пользуясь случаем, порекомендую нашим зрителям, нашей аудитории еще один видеоканал, который у нас появился в Уфе. Канал называется «Время свободных». Он возник на базе издания про Уфу, и активное участие в его производстве сейчас принимает непосредственно Руфа Агареевна Рахимова. Чем необычен этот канал? Тем, что они взялись за жанр интервью. У нас довольно-таки слабо это все в республике, и проблема со спикерами. Посмотрите, у них уже вышло несколько удачных репортажей, несколько удачных интервью. Причем они очень такие разнородные. Например, там есть интервью с депутатом госсобрания от «Единой России», госпожой Савченко, которая, видимо, тоже поддержала или поддержит повышение стоимости патента для малого предпринимательства. Есть совершенно феерическое интервью с Монсоном, который не знает, сколько у него детей. Ну и на самом деле есть очень один серьезный прорыв, очень интересное интервью с госпожой Зубаревич, федеральным экспертом-экономистом. Она очень много подробно и очень интересно говорит про Башкирию. Я вообще был даже удивлен тому, что Рамилю Рахматову удалось взять у нее интервью. В общем, рекомендую канал, посмотрите. Ссылка у нас будет в описании на этот канал. Подписывайтесь, смотрите его. Если он вам понравится, ставьте лайки. Ну а нам обязательно нужно ставить лайки, на нас нужно подписать всех своих знакомых, нужно помогать каналу финансово, потому что у нас непростые времена сейчас. Я скажу откровенно, надеюсь, что мы из них выберемся совместно. Но ваша поддержка для нас всегда очень важна. За каждый лайк, за каждый рубль на счет нашего канала вам всем огромное спасибо, респект. Подключайтесь, смотрите, комментируйте. Ну и анонс традиционного стрима, который у нас случится завтра. 28-й стрим, в воскресенье 14 февраля. Подключайтесь в 8 часов вечера. В прошлый раз у нас был просто абсолютный рекорд. Там, по-моему, 1600 человек было на стриме. Это говорит о том, что этот формат очень интересен. И мне самому он очень интересен, потому что я вживую общаюсь с теми, кто нас смотрит, кто что-то там высказывает. Иногда какие-то вопросы, претензии, замечания. Иногда что-то там в общеполитическом плане. В общем, подключайтесь. Завтра 28-й стрим в 8 часов вечера. Завтра 28-й стрим в 8 часов вечера.